Привет-привет, мои любимые и дорогие зрители! В этом видеоролике с вами поговорим о службе обмеженно-придатных, о службе ограниченно-пригодных. Кто это такие и как вообще это все определяется? И если все-таки их забирают служить, то куда их забирают? Ну, друзья, прежде чем начать мое повествование, хочу сказать вам, что YouTube не всегда присылает уведомления о моих новых видеороликах. Именно для этого я создал мой Telegram-канал. Там я делюсь всеми моими видеороликами. Ссылка на Telegram будет в описании. Переходите и подписывайтесь, друзья. Буду вам за это очень благодарен. Ограниченно-пригодных к службе мужчин могут мобилизовать начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Те военно-обязанные, которые ограниченно-пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения. Я думаю, любой здравомыслящий человек понимает, что медицинская комиссия в центре комплектования – это весьма формальная вещь. Но есть все-таки такие серьезные болезни, когда действительно людям могут их признать даже полностью непригодными, а могут признать все-таки частично. Ведь вы видели тех людей, которые занимаются отловом на улице призывников, они все упитанные, крупные, они, понятно, не хотят идти служить, они хотят быть где-то в тылу, в тепле и поближе к своей семье. И, соответственно, у них задача найти, отловить, изыскать тех людей, которые способны будут служить вместо них, либо вместо, к примеру, наших народных депутатов, у которых есть отсрочка. И, соответственно, человек, попадая на медицинскую комиссию, проходя ее, соответственно, вас признали частично пригодным. Или пригодным только лишь в военное время. Что это значит? То есть, как говорится, люди, естественно, расслабляются. И то, что я специально вам зачитывал господина Романа, который рассказывал о том, что не будет боевых частей, все будет хорошо, а будут части снабжения, части те, которые подвозят что-то там кому-то, ну, не в боевых. Понятно, что ни в элитный десант, ни в какое-то там элитное спецпредразделение не возьмут таких людей, но все равно могут их мобилизовать. На самом деле речь идет о том, что ограниченно пригодные люди могут проходить службу, к примеру, в том же центре комплектования, но я не стал бы рассчитывать, что вас туда возьмут, потому что там все места куплены, и там нужные люди находятся на своих должностях, никто вас туда не пустит. Кроме того, еще в тех местах, где обучают военнослужащие. Да, тоже может быть, но тоже на самом деле маловероятно. И господин Роман Горбач говорил уже, я специально его, повторюсь, уже зацитировал, ограниченно пригодные будут служить в частях обеспечения. Что же такое части обеспечения? Ну, по идее, вроде как все нормально, но надо понимать, что есть у нас те боевые части, те, кто находятся на передке, те, кто воюют, им надо подвозить, ну, все что угодно, от боеприпасов до воды, еды, какие-то там обеспечения, какая-то работа, связанная с поставками. То есть, легко, вполне из этой части обеспечения вы можете оказаться где-то там на передке, можете что-то там завести. Также, естественно, никто вас не ограничит в том, чтобы там строить какие-то сооружения фортификационные, возможно, копать те же окопы. Ну, понятно, что воевать не будете, но окопы копают, как говорится, вы же понимаете, зачастую на первой линии. Из того, что я рассказал, можно сделать очень простой вывод. Если вас признали ограниченно пригодным, это не дает никаких вам гарантий, что вы не окажетесь где-то там на передку, не окажетесь где-то там на нуле. Никаких гарантий этому нету. Перешлют туда, начнете что-то там делать, и, соответственно, раз, уже здесь и, к сожалению, российские войска. Отдельный видеоролик на тему, как поступить, если игнорируют ваши болезни, я уже записывал. Можете посмотреть его на канале, потому что часто бывает, что действительно те документы, которые вы предоставляете на комиссию, делают вид, что их нет. Если вкратце, хочу заметить, что пишите документ, пишите соответствующее заявление, обращение на имя начальника территориального центра комплектования, прикладывайте документы и подавайте их, соответственно, через канцелярию, либо отсылайте по средствам Укрпочты, чтобы документы были в центре комплектования, и уже в дальнейшем комиссии будет сложно их игнорировать, потому что они официально зайдут в центр комплектования через почту, будут отмечены в соответствующем журнале, входящей корреспонденции, и на всю входящую корреспонденцию любые государственные учреждения, будь это центр комплектования, либо полиция обязана предоставлять ответы. Кстати, хочу заметить, что с центрами комплектования по Одессе, где мы писали какие-то заявления в интересах граждан, в интересах тех людей, которые, может, хотят, может, не хотят идти на службу, то они ответы предоставляют, и в принципе, как оно и должно быть по закону, в месячный срок и даже быстрее. В конце хочу показать небольшой видеоролик. Венеславский есть такой депутат, я уже обсуждал некоторые его инициативы, направленные против граждан Украины, которые он выдавал как депутат Верховной Ради. Нещодавно Руслан Стефанчук сказав, что сейчас есть двое народных депутатов, которые параллельно воюют на фронте. Взагалі, народные депутаты могут сейчас поехать воювать? Ну, во-первых, у нас, кроме двух народных депутатов, о которых говорил пан Стефанчук, где-то, певно, еще десятка, два-три депутатов, брали посередине участь в боевых действиях, в первые дни войны, с оружием в руках, поэтому ця количество народных депутатов значительно больше, чем два. Мова идет про двоих, которые подписали контракт с Збройными Силами. С точки зрения поединения статуса народного депутата, это вопрос достаточно дискуссийное, но, враховываясь, что государство в небезопасности, они приняли для себя решение и воюют в составе, практически, Збройных Сил Украины. Но целая несколько других народных депутатов также выполнили соответствующие функции, безусловно, с Збройной в руках, рисковывая жизнь. Вы поняли то видео, где Стефанчук, я уже показывал, рассказывал про двоих, их на самом деле гораздо больше. И они все воевали. Не знаю, может, они даже какие-то и подвиги совершали. Если кто-то знает о подвигах, которые совершили наши депутаты Верховной Рады, обязательно напишите в комментариях. Мы это обязательно обсудим в одном из следующих выпусков. Потому что есть такие герои у нас, оказывается, молчаливые, я бы их назвал герои, которых никто не знает, никто их никогда не видел, но они существуют. Подвиг, описание, желательно со всеми там фотографиями, ну хотя бы, хрен с ним говорится, с их слов, что там мне где-то рассказывали, как они там пятерых россиян в плен взяли, как они там, не знаю, еще что-то там совершили, лопатой танк подбили, либо самолет. Будет очень интересно об этом послушать, о тех подвигах, которые совершали наши депутаты Верховной Рады. Я думаю, вам тоже это будет очень интересно. То есть сейчас ничего не поражает народному депутату, если он захочет поехать воевать на фронт, он не может это сделать? Я вам больше скажу, что члены нашего комитета постепенно перебывают на наиболее горячих точках и под обстрелами, и под минами, и с оружием в руках полиция необходимо их засовывать. Так что вы поняли, из-за сброи в руках они там и застосовывают, и отстреливаются, что только они не совершают. А вы вот ругаетесь на них, говорите, что они плохие, они же герои у нас, видите, какие герои, какие классные у нас там ребята, они воюют и даже не подписывают контракт, и даже они готовы, что это, потому что ладно, как говорится, эти все там статусы, эти все там какие-то льготы, у них депутатов льготы есть. Просто делают свою работу и совершают подвиг. В конце видеоролика небольшое юмористическое видео. Подписывайтесь, друзья, на мой канал в ютубе, кто этого еще не сделал. Дальше будет больше интересных новостей и юридического анализа. Недорогие, но удобные для погоды магазины. И так потихоньку идешь, и дружим помочь, и идешь вот так вот, и все будет у вас доброе. За денег нет вообще, жена на работе, а тебе надо выти сигарету, садиться в пачанку и поехал, поехал. И ТЦК нас работа тебя, и Крин подойдут.